всем привет а на ремонте он сегодня samsung galaxy a 21 с довольно свежая модель но вот таком печальном состоянии очень интересный случай это у нас а серия а 20 нс повторяюсь и это у нас телефон заводским айпи с экраном здесь нет амолед матрицы здесь обычная айпи сказ подсветка ветер как у нас переливается все будем менять дисплейный модуль дисплейный модуль приобретен типа оригинальный ну вроде как проверенный рамка здесь у нас копия модуль должен быть оригинальный даже и не похож на родной так как родной вообще ни на что не похож почему меняем именно в рабке меняем оригинальный потому что вот такое кора мыслов здесь уже не поменять никак дисплей без замены рамки у нас просто вся рамка кривая выгнуть мы ее уже не сможем ну начнем крышку заднюю я уже снял снимается довольно просто вот таким вот пластиковая карточка такой телефон нагревается сепараторе нету сепаратора идем в ванную берем фен у жены у сестры у мамы главное потом не получить за это по щам и просто срезаем здесь нагретый клей крышка пластиковая сломать не сломаете аккуратно вот так отгибаете вот так именно с этой стороны камеры и вон там у нас видите шлейф есть берем пинцетик отгибаем с другой стороны и вот этот шлейфик мы аккуратненько отстегиваем все крышка снята она больше не нужна клей почистим потом болты я уже тоже выкрутил болтов здесь достаточно много болты все одинаковые для начала извлечем сим лоток он здесь под давлением из-за такого полутого состояния телефона извлекли сломал блин свою любимую лопатку с одной стороны с другой стороны целая но у меня где-то еще одна из новая абсолютно она будет там поменять вот сюда вот где у нас сим лоток мы что-нибудь вставляем и поехали расщелкивать не поломаем и так не среднюю часть корпуса не рамку не поцарапаем ничего если вот так будем туда подсовывать снимаем все довольно легко снимается так выглядит средняя часть здесь у нас динамик отключаем естественно аккумулятор и суп шлейф чтобы отключить у нас нижнюю плату субплату так называемую так сканера всяко пальца у нас здесь нет под экраном так как у нас здесь айпи с и нижняя плата у нас здесь просто подклеена возьмем сразу же flux of a под нее близнем и под аккумулятор пускай все пока расписает все пока откисает кстати на новом дисплее у нас поскупились на эти нету не вибро не динамика ничего нету ладно термопрокладка есть и боковые клавиши поставили болин первый раз такое вижу обычно что-то постоит так давайте открутим системную плату она фиксируется по традиции самсунга одним винтом и так ее извлечем вместе с коаксиальным кабелем в сторонку нам отсюда также надо извлечь вот эти камера передняя у нас по ходу дело работать не будет она у нас разъехалась но ничего посмотрим не будет работать заменим мы согласуем как замену с клиентом повар осталось нам снять субплату на у нас подкисла маленько раскисла есть сняли на просто подклеена вот по основанию обратно подклеивать ее смысла нету она прикручивается еще и болтами вибро звонок также нам надо отсюда извлечь есть и динамик главное чтобы он не развалился так он у нас развалился но не полностью вот так надо снять целиком с сеткой потому что здесь сетки тоже нету и остался у нас аккумулятор не буду подогревать не хочу это сейчас надо разогревать сепаратор мы пока пока это все дела откисает возьмем наш дисплей новый вернем на место шлейф который кстати не фиксируется прошу заметить шлейф у нас не фиксируется ну ладно хрен с ним аккумулятор уже к этому времени подроскис маленько конечно подогреть было бы лучше но греть телефон который коромыслом смысла нет потому что он прогреваться не будет подолью малость люксов а еще среди на нюхаюсь по ходу дела гальнов наловлюсь сняли заводской проклейкой почти маленько помяли главное не проткнули вот эти вот замятия ничего страшного в них абсолютно нет главное не проткнули нету дырки так давайте наверное аккуратно или нет давайте сначала проверим вообще дисплей на работоспособность новый потому что я чутка не доверяю этому дисплею возможно он и оригинальный но откуда он взят мне неизвестно будет очень интересно узнать узнает где берут вот такие переклеи милости прошу в комментарии пробуем запустить я к счету не запускается нас телефон еще раз пробуем есть картинка у нас прилип динамик для чего-то не знаю все ссылочки как обычно все в описании проходим смотрим кому нужно покупаем никого не заставляю просто пройдите посмотрите кому интересно там цены все узнаете ну пока телефон у нас запускается просто проверим тач картинка уже есть я думаю картинка будет у нас в принципе неплохая есть запуск тач отзывается какой-то пароль стоит пароль мы естественно не знаем засветов пятен ничего на подсветки не вижу в принципе можно продолжать ремонт все отключаем нахрен отсюда вот и от шлейфи главное не порвать плохо что он не приклеенный там включать его вот так убираем системную плату ставим аккумулятор он естественно у нас сюда не ляжет потому что у нас так же как и корпус маленько коромыслом его чуть подогнем так все руки в этом клюю конечно ну ничего так аккумулятор лег снимаем защитные наклейки вместе с проклейкой снялась раз-два и обязательно вот про эту надо не забыть это у нас здесь термопрокладка идет забудем снять с термопрокладки нашу такой-то и получим перегрев аппарата какая хорошая термопрокладка которая осталась половина на двух этой двухсторонних рассказать на защитном слое ладно хрен с ним ставим вибро ставим на место динамик так ставим линзу камеры в надежде что камера все-таки будет работать таким образом но я сомневаюсь будет работать сама линза здесь целая сам кристалл упустяняюсь втыкаем на место лату системную ищем наш выкрученный болт вспоминаем где он был зафиксировали субплату естественно на свое законное место в нижней части у нас здесь ничего не откручивалась не снималась все вот так вот ставим как сиальник пазы в канавку подключили не забыли так берем шлейф майн это к плате ну естественно у нас тут два коннектора не перепутаем здесь у нас подписано суп и lcd то есть это субплата это у нас lcd это дисплее ты подключаем дисплей есть и подключаем субплату все прощелкала все защелкнулась подключаем а к башку и пробую еще раз его включить есть запуск все я думаю уже хуже ему не будет чуть-чуть средняя часть корпуса у нас погнутая что-то кривая какая-то ну сами понимаете какой был удар если так повел у рамку я конечно же не говорю что рамки у них это супер прочные там или чё-то но чтобы ее так погнуть надо было хорошенько ударить телефон так что-то у нас тут защелкнулась все собралось все везде встала аккумулятор на месте на люблю ставить оригинальные запчасти не надо ничего клеить здесь так touch отзывается корректно переворачиваем так важный момент можно вот это вот исхитрится конечно и подключить так а можно это дело намочить и просто вот так отклеить ну я его отклеивать не знаю нет на давать отклеим мне же еще надо здесь намазать клей заднюю крышку вот так маленько прям три капли нанесем и щелк все чудо произошло его подключим да тут он подключается у нас с включенным аккумулятором это вам не подэкранный сканер который на амоледах здесь хуже ему не будет и у него тут принципе есть даже свой пазик все пасом стал давайте примерим рамку рамку примерим да у нас все замечательно тут встает все прекрасно будет собираться ничего не надо нам ковырять кто не знает вот это вот особо снимать тоже не надо потому что вот эта вот краска которая там внутри она на ура просто месяц этим клеем слазит если вы не хотите купить новую рамочку то лучше это все дело не трогать отклеится она уже не отклеится так как вы будете наносить любом случае свой клей ну и лучше вы тоже в принципе не сделаете здесь зазоры позволяют прям так нормально это все в клей час вкручиваю все винты и клеим заднюю крышку так все винты вкручены все обезжиренно сканер стоит да кто-то скажет что тут все грязно так собирать нельзя но поверьте лучше под собрать все так все так чем просто потом побежать куда-то за новой крышкой когда у нее отойдет этот слой краски и еще плюс надо найти такую крышку чтобы у нее был именно такой окрас потому что многие китайские крышки просто имеют он допустим асти не туда переливается а многие будут вот такого просто цвета поэтому лучше оригинальную крышку не дергать у нас продажа не конечно есть оригинальные ну по крайней мере с оригинальной расцветкой опять же за ней надо будет ехать а ехать я естественно никуда не хочу я сегодня уже накатался мне сегодня уже хватило так нанесли небольшое количество клея не забываем что у нас оставшаяся проклейка там тоже она липкая так что ничего там у нас нет куда не отпадет самое главное у нас здесь а да когда будете снимать заднюю крышку воде шлейф не порвите и антенна у нас по периметру желательно не оторвать ничего страшного не будет приклеить и обратно подпаяете хуже не станет но лучше не рвать все крышка на своем месте сканер пальца у нас попал от центровался стягиваем заднюю крышку на резинке есть нанесли столько клея чтобы у нас ничего не выдавило снаружи чтобы нам потом здесь ничего не тереть больше не нюхать химозу я уже фиксов а нанюхался так что мне уже хорошо и вот так вот все это дело вот так вот стянули смотрим все так стоять все идеально встала нету никаких зазоров так что лучше ты отклеишь слой не снимать оригинальный иначе получим отрыв краски так камеры не залапали внутри все это снаружи смотрим картинка есть touch отзывается ну и все вставляем сим лоток щелк на этом ремонт окончен ребята с вами был руслан подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео и до новых встреч не забудьте все ссылки в описании надолго не прощаемся пока пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...